Эдвард Донсини Из сборника рассказа с новицем Бетмора В лондонской ночи разлетая илеволовимая свежесть Словно шальный гуляк и ветер с кентских взгорий, избежав от своих дружков, залетел в город Влажно поблескивает асфальт Издалека доносится слабый стук футбольного мяча В эту позднюю пору слух особенно чуток Глухие удары звучат все громче, заполняя ночной воздух И вот фигура в черном проходит мимо и растворяется в темноте вместе со стуком мяча Где-то окончился бал Гаснут желтые огни Затворяются двери Музыканты смолкают Танцоры расходятся по домам и исчезают в ночи А время возглашает Все это кануло в прошлое и отошло к вещам, которых больше нет Но вот густые тени начинают таять И так же не слышно, как тени возвращаются домой к коты У Лондона свои предвестники зари, которую в полях свободно возвещают птицы, звери и звезды И тут я понимаю, пока еще умом, а не сердцем, что ночь окончательно не звергнута Бледный свет уличных фонарей говорит мне, что улицы тихие и пустынные Не от того, что власть ночи сильна, а потому что люди еще не пробудились ото сна Так хмурые растерянные стражи еще стоят с мушкетами у дворцовых ворот Хотя от владения их монарха осталась всего одна провинция, да и на ту никто не посягает Вид уличных фонарей этих спутников ночи не оставляет никаких сомнений в том, что вершины английских гор уже видят рассвет Что белые скалы дувра розовеют в лучах зари, что морской туман, поднявшись, устремляется на берег А вот и дворник со шлангом вышел поливать улицу Отныне ночь мертва Что за воспоминания, что за фантазии роятся в голове Безжалостной рукой времени ночь, изгнанная из Лондона Сотни обычных предметов облеклись в тайну, словно нищие в пурпур, и восседают на грозном троне Четыре миллиона лондонцев спят и, быть может, видят сны Какие миры они посещают? Кого встречают там? Мои же мысли далеко отсюда, в покинутые Бет-море, чьи ворота раскачивает ветер Ночью и днем скрипят ворота, качаясь на ветру, и некому их закрыть Некому глядеть на великолепные медные ворота, позеленевшие от времени Ветер пустыни засыпает песком их петли, но некому их почистить Страш не обойдет дозором высоких стен Бет-море Враг не возьмет их приступом В домах не загорятся окна, по улицам не разнесется звук шагов Бет-море лежит за холмами судьбы, покинутые и мертвые Я хотел бы увидеть ее вновь, но не смею Говорят, люди покинули город много лет назад Объекстве из Бет-мора рассказывают в тавернах, где собираются моряки и путешественники Мне хотелось бы вновь увидеть Бет-мору Говорят, много лет прошло с тех пор, как с виноградников, где я бродил, когда-то в последний раз собрали урожай Теперь там властвует пустыня Был яркий солнечный день, и жители Бет-моры танцевали у своих виноградников под звон калипака Кусты в садах были густо усыпаны пурпурными цветами, а на вершинах холмов судьбы белели снега За медными воротами давили в чанах виноград, чтобы затем приготовить шарабаб Год выдался урожайным В маленьких садах на краю пустыни люди били в тамбанг и титибак и мелодично дули в зутибар Повсюду веселились, пели и плясали, ибо виноград был собран и в зимние месяцы будет вдоволь шарабаба А то, что останется, обменяют у купцов из Аксухана на изумруды и бирюзу Горожане радовались урожаю, созревшему на узкой полоске земли между Бет-морой и пустыней, что смыкается на юге с небом И когда дневной зной стал ослабевать, и солнце спустилось к снежным вершинам холмов судьбы Чистый звук зутибара еще раздавался в садах, и яркие платья танцовщиц мелькали среди цветов Весь этот день люди видели, как три человека на мулах пересекают холмы судьбы Они то приближались, то удалялись, следуя изгибам дороги Три темные точки на фоне снегов Впервые их заметили рано утром у перевала Пеол Джаганот Похоже, они ехали изнут Норвехи Всадники двигались весь день Под вечер, в тот час, когда меркнет свет и цвет предметов меняется Незнакомцы появились у медных ворот Бет-моры В руках у них были посохи, с какими странствуют в тех краях вестники А их одежды казались мрачными, рядом с зелеными и лиловыми нарядами танцоров Европейцы, которые также были на празднике, вместе со всеми слышали слова послания Но так как они не знали языка, то разобрали лишь название страны Ут-Норвехи Весть, принесенная всадниками, быстро передавалась из уст в уста Не прошло и четверти часа, как жители Бет-моры подожгли свои виноградники И бросились вон из города, в основном на север Хотя некоторые устремились на восток Они бежали из своих красивых домов через медные ворота Дробь тамбангой, титибакой, заунывный звук зутибара резко оборвались А звон колепака еще несколько секунд стоял в воздухе Три таинственных всадника, передав послание, молча повернулись И отправились назад той же дорогой, что пришли Обычно в этот час на одной из высоких башен разводили огонь, чтобы отпугивать львов А медные ворота запирали на засов Но этой ночью огня на башне не зажгли и больше никогда не зажигали А медные ворота не заперли Они так и остались распахнутыми Не было слышно ни криков, ни плача Только треск рыжего пламени в виноградниках да топот бегущих ног Люди бежали стремительно и спокойно, как стадо антилоп, завидевших человека Словно наконец случилось то, чего боялись веками И от чего имелось одно спасение – бежать без оглядки Страх охватило европейцев И они тоже кинулись бежать А что говорилось в послании, мне неизвестно Одни считают, то был приказ Тубы Млина, таинственному владыке тех земель, которого никто из людей не видел Приказ покинуть Бетмору Другие говорят, что то было послание богов Враждебных или дружественных – неизвестно Третьи же утверждают, что в городах у Тнорвехи свирепствовала чума А юго-западный ветер мог принести ее в Бетмору Некоторые полагают, что странников поразила страшная гнусарская болезнь И что даже подкапавший с их мулов был смертелен А в город они спустились, изнемогая от голода и жажды Иначе как объяснить их ужасный поступок? Но большинство уверены, что то было послание самой пустыни Которая владеет всеми землями к югу Она прошептала его на ухо трем всадникам, знавшим ее голос Тем, кто ночует в песках без шатров, а днем обходится без воды Кто на себе испытал ее немилость А всадники передали горожанам, что пустыня требует Бетмору Что она хочет вползти на ее красивые улицы Наслать ветер, несущий песок в ее дома и храмы Ибо ее древние жестокие души ненавистны люди И впредь никто не должен нарушать покой Бетморы Лишь знойный ветер будет шептать у ее ворот слова любви Если бы я знал, что за весть принесли и объявили у медных ворот тристранника Я бы отправился в Бетмору, чтобы увидеть ее вновь Здесь, в Лондоне, мне иногда нестерпимо хочется увидеть этот прекрасный белый город Но я не решаюсь Ведь неизвестно, что меня там ждет Ярость жестоких неведомых богов Долгая мучительная болезнь Проклятие пустыни Пытка в крохотной комнатке во дворце императора Тубы Млина Или что-нибудь еще О чем не сказали странники Быть может, самое ужасное